Для чего нужна и чем полезна медитация? Не для чего медитация, есть ты сам. Ты себя медитируешь. Бытие медитирует самого себя. Она не цене, чем чашка кофе. Не делает тебя лучше. Она выводит тебя из того, кто пытается все контролировать. Из медитирующего, серьезного монаха в халате, который на виду сидит, у горы или на горе, в надежде познать истину. Она указывает на другую сторону твоей реальности. Идея жизни, концепции и убеждений. Она вне времени и пространства. Это шаг в ничто. Это свобода и тайна. Это шаг к самому себе до тех пор, пока он не станет последним. И пройти мимо невозможно. Ты доверяешь всему, что делаешь. Ибо ты ищешь то, чем являешься на самом деле. Найти можно только то, что потерял сам. И вспомни только то, что забыл. Это осознание того, что тот, кто ищет, никогда не найдет, потому что само есть то, что ищет. Понимаешь, о чем я? Ты и есть то, что ищешь. И все, что бы ты ни делал, все правильно. Любые ошибки, достижения, все правильно. И неправильного нет. Все прекрасно по-своему. Все есть медитация. Все есть истина, и ее нельзя познать или выразить. Ей не нужен тот, кто ее познает. И все, что ты делаешь, ты медитируешь. Никак иначе ты не можешь, потому что ты и есть сама медитация. Представь такой образ, как тает сосульки и превращается в воду. Вот ты вода. Какой бы формы ни была сосулька, ты станешь водой. В качестве сосульки ты ничего не сможешь достигнуть. Но то, что ты есть, можешь достигнуть всего. И принять любую форму. Смекайши чуме. Только вдумайся. Сосулька никогда не станет тем, из чего она состоит. То есть сознанием. Это непознанное, непознаваемое и непознаваемый. Это медитация, где все появляется и исчезает. Для этого не нужны усилия. Для этого нужна простота. Все уже происходит само. Вне зависимости от усилий. Вне определении и отождествлении себя с ними. Ты не можешь быть пустотой на уровне определений. То есть, когда говоришь себе, я пустота, ты отдаляешься от чего-то другого. Ты не можешь быть дома. Ты не можешь быть дома, если ты хочешь там быть. Ни чувство. Ни чувство. Ни тело. Оно не зависит от жизни или смерти. Это бесконечности. Это бесконечность, которую нельзя представить, тем более объяснить. Это и есть само незнание до того, как появился вопрос. До желания. До воображения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова